Коллеги, следующий доклад роль медицинской сестры в профилактике заболевания опорно-двигательного аппарата у детей в условиях консультативного приема врача-ортопеда делает Екатерина Сергеевна Божидова и в соавторстве подготовлен доклад с Ириной Леонидовной Артамоновой. Добрый день, уважаемые коллеги. Название доклада немножко изменилось в процессе подготовки. Основные направления работы медицинской сестры при профилактике заболевания опорно-двигательного аппарата у детей. Вот так оно симпатичнее звучит. Малоподвижный образ жизни, формирование неправильного стереотипа ходьбы и осанки ведет к развитию заболеваний ортопедического характера. В структуре общей заболеваемости болезнь костно-мышечной системы у детей от 0 до 14 лет занимает 8 место. У подростков 15-17 лет 4 место. За период 10 месяцев в научном центре здоровья детей было обследовано 1453 ребенка и выявлены основные группы по заболеваниям. Ортопедически здоровые оказались практически 25% детей. Позиционный кифоз наблюдался 17,6%, приобретенная плоскостопия 15,6%, остальные группы составили меньшее количество. Также отдельной большой группой выделены прочие патологии, о которых мы тоже позже поговорим. Рассмотрим искривление позвоночника более подробно. На первой картинке представлена норма, которая должна быть у человека, у ребенка. Далее идет сколиоз, норма вид сбоку, лордоз и кифоз. Лордозы встречаются у детей очень редко, поэтому о них рассказывать не буду, но остальные заболевания мы разберем. Позиционный кифоз – это искривление верхнего отдела позвоночника, может быть приобретенным и наследственным. Различают также физиологический кифоз, который присутствует в норме у человека, и патологический, который развивается вследствие заболеваний. Такой кифоз развивается только вследствие заболеваний. Немножеский дипатический сколиоз – это боковое искривление позвоночника у ребенка, у человека. Группа риска по этим двум заболеваниям схожа, так как… Ну, схожа. Это дети с генетической предположенностью к началу заболевания. Если у одного из родителей или обоих есть кифоз или сколиоз, то, скорее всего, это будет и у ребенка. Также дети, ведущие малоподвижный образ жизни, из-за интенсивного обучения или увлечения компьютером в ущерб физкультуре и спортивным секциям. Также дети ослаблены физически, они не могут прямо держать спину из-за недостатка мышечной массы. Также с избыточной массой тела, родившейся в осложненных родах и пострадавшей от сильных ожогов и травм. Плоскостопие. Это изменение формы стопы, характеризующегося опущением ее продольного и поперечного сводов. На первой картинке показаны степени плоскостопия. На этой картинке показаны вид сбоку, как выглядит стопа плоскостопия. А также основные исправления ножек у детей. Это варусная деформация, когда ножки идут колесом, а стопы завалены вовнутрь. И вальгусная деформация, это когда ножки идут иксом, и стопы завалены кнаружи. В группы риска входят наследственные факторы, последствия травм, обувь слишком узкая или слишком широкая, а также обувь на высоком или на низком каблуке, ношение тяжелых сумок и избыточный вес. Впрочем, патологиями относятся кривошея, переломы, растяжение связок и дисплазии, которые тоже встречаются достаточно часто, но в отдельную группу мы их выделять не стали. Из того же количества детей были выделены возрастные группы, из которых 0,4 года составили 53,9%, это большинство, а наименьшее количество детей 15-17 лет, их было 6,7%. Далее разберем по возрастным группам подробнее. Чаще всего дети 0,4 лет страдают такими заболеваниями, как дисплазия заберенного сустава, плоскостопие, варусные или вальгусные стопы, прожденные вывихи и подвывихи бедра, кривошея, косолапость, полисиндоктили и очень редкое скрывление позвоночников. Профилактика дисплазии у детей, это очень важно, так как запущенная дисплазия может приводить к тяжелым последствиям в будущем. Врач на приеме осматривает ребенка и методом определяет разведение ножек по симметрии складок. Если он подозревает дисплазию, отправляет ребенка на УЗИ, и там это находит подтверждение. При выявлении незрелости забедренного сустава используют лечебную гимнастику и широкое пеленание. Это в легких случаях, в тяжелых случаях используют отводящий ортез. Это не очень удобно, так как ребенку приходится проводить в нем большую часть времени и снимают его исключительно только на купание малыша. Гимнастику показывает медицинская сестра на приеме у врача. Это легкая гимнастика, легкие упражнения, которые родители могут выполнять самостоятельно. Это очень важно, чтобы они это делали. Широкое пеленание также обучает медсестра. Ортез накладывает только врач в условиях стационара или приема. Профилактика плоскостопия у маленьких детишек. В основном до года. Это исключительно массаж. Так как до того периода, пока ребенок не начал ходить, мы не можем никак воздействовать на его стопы. Массаж родители могут освоить стоп сами, так как это в основном очень легкие движения. Допустим, рисование на стопе циферок от 0 до 9. Это самые абсолютные упражнения, которые могут делать любой родитель сам. Также советуют при профилактике вальгусных и варусных деформаций выкладывать вот такие вот дорожки. Ребенок учится ходить правильно, наступая на следы. Также гимнастика от 1 до 4 лет, точнее с того периода, когда ребенок начинает ходить, очень простая. Она заключается в основном в шведской стенке и поднимании ножками различных вещей. В том числе еще хождение по различным поверхностям, таким как летом, допустим, хождение босиком, по травке, гальке и другим поверхностям. Дети 5-9 лет и 10-14 лет объединены в одну группу из-за схожести ортопедических заболеваний. И чаще всего у них встречаются нарушения осанки, кифоз, начальной стадии сколиозы и очень редко лордозы. Плоскостопие, переломы и растяжение связок различных степеней, отдаленные последствия дисплазии и вывихов тазобедренных суставов, артрит и остеохондропатии. Отданные картинки представлены основные причины развития нарушения осанки. В профилактику нарушения осанки и сколиоза входит проведение профилактических медицинских осмотров с использованием современных методов диагностики. Также оптимизация питания и физического воспитания детей. Воспитание навыков правильной позы и формирование мотивации здоровой осанки. А также взаимодействие с родителями по вопросам профилактики нарушения осанки у детей. Также очень важно в этом возрасте заниматься гимнастикой. У маленьких детишек она более простая, у детей более взрослого возраста 10-14 лет она усложняется. Это связано с тем, что исправлять деформации с каждым годом становится все труднее. Гимнастику в приеме показывает медицинская сестра, рассказывает, обучает родителей и ребенка заниматься. Ей это ежедневная гимнастика, это не так, что один день позанимался и все, должно быть ежедневно. Дальше рекомендуются растущие парты, либо если нет возможности приобрести такую растущую парту, то учебники должны быть установлены под углом примерно в 45 градусов. И должен быть стул с высокой спинкой. Компьютер должен быть установлен под углом не менее 30 градусов в глазах. Ни в коем случае он не должен находиться выше уровня глаз ребенка. Также важно грамотное проведение массажа, физиотерапии. И с дисциплинирующей целью, если ребенок не может воспринимать какие-то другие указания, означает корректор осанки. Но время его ношения не должно превышать 3 часов в день. И в основном его назначают только на время уроков. При профилактике пускостопия у детей более старшего возраста применяют более сложные виды гимнастики, а также хождение по различным поверхностям, допустим массажным ковриком. 15-17 лет дети. К сожалению, таких детей исправлять деформации мы уже не можем. Мы можем только приостановить процесс. И вот самые основные заболевания – это нарушение осанки, сколиоза 2-4 степени и кифоз, плоскостопия 2-4 степени, переломы и растяжение связок. В таких случаях, если к нам приходит такой ребенок, мы можем назначать только ЛФК, массаж и физиотерапию при данном заболевании, чтобы приостановить его. Задача медицинской сестры при появлении заболевания опорно-двигательного аппарата входит консультирование родителей ребенка по вопросам профилактики ортопедических заболеваний, обучение ребенка и родителей гимнастике, демонстрация необходимых упражнений, которые ребенок может выполнять самостоятельно или под контролем родителей в домашних условиях, выдача родителям брошюры с пошаговыми инструкциями и рекомендациями по проведению профилактических мероприятий, обучение родителей техники массажа стоп при выявлении плоскостопия у младенцев, а также рекомендации по своевременному обращению к врачу, в том числе в декретированные сроки, к четкому выполнению назначения врача. Спасибо за внимание. Спасибо.